приветствую коллеги ассалам алейкум мирному вашему мы начинаем сегодняшний мастер-класс который посвящен тому как подсчитать количество файлов и поддиректорий в каталоге если вы на месте если вы готовы проверка связи ми-ми-ми напишите плюс в чат или в комментарии но я буду начинать для тех кто меня не знает давайте знакомиться меня зовут константин герасименко сертифицированный инструктор академии циска и linux professional института кандидат технических наук по специальности информационной технологии но здесь я представляю университет садиком где мы помогаем студентам начать эти карьеру эти специалистам повысить квалификацию повысить экспертность и зарабатывать больше а компаниям найти высоко квалифицированные кадры мастер-класс это новый формат обучения основаны на принципе леонин байдуин обучение на практике ну или практическое обучение соответственно коллеги я буду все рассказывать показывать объяснять демонстрировать ваша задача за мной все повторить как результат у вас появятся вот те самые знания умений навыки которые вы сможете продать работодателю зарабатывать больше ну и вообще изменить свою жизнь к лучшему к стабильному прогнозируем и лучшему поэтому коллеги присоединяйтесь и так что вам понадобится сегодня для выполнения мастер-класса первое это вам понадобится линукс ну вот консоль у меня уже есть линуксовая соответственно говорится можно делать и второй важный момент что вам понадобится это статья с нашего блога ссылку на статью вы найдете в описании под видео в комментарии в чате поэтому можно смело переходить по ссылке ну и фактически там будет текстовая версия сегодняшнего видео и так поехали иногда возникает вопросы как же выполнить подсчет количество файлов и директорий под директорий в папке в директории дам то есть как это сделать посчитать когда это может понадобиться когда вы например выполняете резервное копирование да то есть вот вы скопировали например там вот вот как пример там папку и т.к. да соответственно вот у меня есть папочка и т.к. вот здесь достаточно много файлов вот соответственно соответственно вот 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 смотрите сколько тут всего да но если я смотрю это все командой лс минус лр то 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 выводится вот в таком формате это все дело да то есть вот в каждой под директории там total 48 total 0 total 16 где-то здесь total 180 24 4 ну и тогда что с не очень 72 файла да то есть не удобно вот вот неудобно так вот вот непонятно вот вы сделали резервную копию скопировалась не скопировалась как скопировалась а бывает такое что куда-то копируешь там на флешку там нету места не все скопировалось возникает вопрос а сколько не скопировалась а что скопировалась и так дальше коллеги да то есть все-таки подсчитать количество файлов и под директории как-то нужно нужно как-то но если вы копируете такие вопросы возникают то я вам рекомендую для резервного копирования использовать такую утилиту которая называется rsing мы про нее уже снимали несколько мастер-классов я думаю надо будет отдельно сделать такое расширенное видео вот соответственно rsing запускаете на несколько раз и с инкрементным копированием и соответственно ваша железобетона все скопируется синхронизируется но она же вопрос то остался как же коллеги все-таки выполнить подсчет количества файлов и директорий в под директории в папке дам так вот как же это дело все выполнить для этого я вам сегодня расскажу как пользоваться утилитой 3 то есть такая команда такая утилита она очень удобно именно для подсчета всего этого дела и так ну что давайте попробуем воспользоваться значит пишем 3 и что я вижу то что у меня это утилита не установлена то есть ее нужно установить летом и делаем суда apte install 3 дальше вводим пароль отсюда и соответственно вот выполняется у меня инсталляция и пожалуйста все это дело установилась так здорово теперь можем значит использовать значит еще раз apte install 3 должна выполниться установка значит запускаем 3 если я вот просто так вот запущу то посмотрите как красиво у меня выводится структура всех этих папок моей домашней директории да то есть вот бен десктоп документ download вот и так дальше music pictures public там да вот собственно что у меня здесь есть на компьютере да то есть вот на 3 это дело все достаточно таки хорошо выводит ну и обратите внимание да то есть что что мы увидели коллеги мы сразу видели все цифры то есть у меня в домашней директории 27 под директории и 21 файл 21 файл да то есть вот такие вот моменты легко вот так вот можно подсчитать но что важно то что вообще-то 3 изначально придумывалась как как вот такой вот красивый к такой вот красивый вывод вот всего этого дела да вот поэтому поэтому вот такое вот главное предназначение ну давайте еще потренируемся значит я хочу сделать листинг папки и т.к. соответственно буду запускать под сюда сюда дальше 3 пробел слышь и т.к. да и вот дальше в виду пароль и пожалуйста вот я вижу то что у меня в папке и т.к. находится 2560 файлов и 383 под директории под директории да то есть ну и тут вы можете это дело все полистать посмотреть тоже вот 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 как бы это дело все выводится но наша задача то какая коллеги нам надо подсчитывать это все дело да поэтому нам вот такой вот красивый вывод в принципе ни к чему вот поэтому мы будем именно заниматься дальше подсчетом для этого есть различные опции значит если вы хотите подсчитать количество вложенных файлов или под директорий вот в зависимости от глубины то нам понадобится здесь опция минус l соответственно здесь мы можем указать количество вложенных глубину файлов ну и опция минус минус какая там и минус айда в смысле будет показывать нам значит более удобный без вот этой графики f тоже ну давайте посмотрим как же мы можем это дело все подсчитать и так вот пример значит делаем 3 дальше минус айф маленькая указываем глубину просмотра единица ну и если я просто нажму enter то соответственно вот пожалуйста мы прошлись по первому уровню моей домашней директории соответственно у меня здесь 10 под директорий и 0 файлов 0 файлов да то есть ну можно глубину менять например l l2 l2 но вот l2 пожалуйста перед вами вывелась до соответственно 16 под директорий 19 файлов вот вложенной вот такой вот структуры мы получили то есть удобно вы можете например что-то там скопировать и вот таким образом проверить что же там скопировалась как скопировалась вот насколько точно все это дело можно опять таки это если у вас большие вложенные какие-то архивы несколько там терабайт маленьких файлов то вот это утилита сильно вас выручит от слова совсем да то есть вот такой вот момент ну давайте посмотрим вот пример значит папки етк да значит 3 минус айф маленькая l большой 1 етк и вот пожалуйста мы получили такой вот красивый вывода 136 под директорий в которой находится 105 файлов ну это вот так вот первый как говорится срез этого дела этого дела ну и в принципе да можно вот еще примеры там да то есть можно можно глубину увеличивать там например по 2 вложенную папочку да и соответственно здесь у нас уже посмотрите все будет намного интереснее но если вы не указываете коллеги не указываете и как говорит прекрасно 3 минус айф етк и пожалуйста мы увидели то же самое что было изначально до 2559 файлов и 378 под директорий удобно да то есть вот таким образом это дело все подсчитывается значит что я еще хотел добавить от себя это то что утилита 3 она достаточно таки мощная вот поэтому как ею пользоваться есть man страница но она мне честно говоря не нравится поэтому я вам рекомендую воспользоваться 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 опцией минус минус хелп ну например давайте посмотрим 3 минус минус хелп и соответственно здесь вот прям очень детально примеры как вы можете использовать эту утилиту 3 можно кстати добавлять в листинг скрытые файлы дату то есть это опция минус эй ну как точно так же как лс минус эй да будет скрытые дальше про уровень вложения уже вам рассказал дальше следующая опция которую мы пользовались сегодня из важного это опция минус f вот print full pass префикс да то есть полный путь к файлу показывается вот значит это тоже посмотрели так значит это тоже вам показал значит еще опция у нас было минус ай да don't print идентификация line то есть без без вот этой вот псевдо графики но и что здесь еще интересно коллеги то что как по мне вполне хорошо заслуживает вот на 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 внимание это то что вы можете выводить содержимое вот в этот этих поддиректорий до с помощью формате xml html и даже джейсон то есть вы по сути 3 можете интегрировать куда-то там себе в python скрипты и соответственно тоже где-то это дело все использовать да есть еще интересная опция но у линкс соответственно вас будет там чистый html и таким образом вы можете это дело все выводить да то есть вот такая вот интересная штука значит ну что давайте попробуем покажу вам с html пример значит делаем 33 минус минус что мы делаем опция h значит дальше начальный путь это будет у меня . дальше указываем указываем значит будет в html и дальше указываем ну линкс минус 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 вот и папку куда мы какую мы хотим дакку сохраняем результат выводов файл эта опция будет минус а дальше название файла и т.к. html ну и какую папку мы хотим посмотреть соответственно я буду просматривать файлу структуру директории и т.к. и так нажимаем enter все успешно ну а дальше давайте попробуем это дело все посмотреть там посмотреть и так вот у меня пожалуйста это дело все красиво вывелась до структура директорий пожалуйста это все еще раз коллеги без html а ну то без ссылок да то есть я использовал опцию но у links base урлы у меня . относительно текущей точки и вот пожалуйста у меня это дело все вывелась вот так вот красиво можно использовать утилиту 3 ну и пар конкретно сегодняшняя задача нашего мастер-класса это пожалуйста вот я прокрутился самый низ и опять таки мы видим количество количество под директорий и количество файлов то есть вот таким образом можно это дело все как бы сравнить если вы там делаете какие-то резервные копии куда-то что-то перемещаете вот как здесь до 2559 файлов все-таки многовато да и может что-нибудь даже потеряться поэтому с помощью 3 вы можете это дело проверить все вот это по моему самый лучший инструмент для проверки вот если вы все-таки сомневаетесь что скопировалась не скопировалась как скопировалась я вам рекомендую резервные копии выполнять с помощью утилиты rsync это самое надежное с инкрементным копированием да то есть самое надежное как по мне вариант выполнение резервных копий ну чё здорово получилось коллеги у кого получилось как у меня кто потренировался с утилитой 3 кто действительно понял что офигенная классная штука и можно этим делом всем пользоваться напишите цифру 1 в чат вот как бы что вы это дело все освоили но а я дошел до конца сегодняшнего мастер-класса коллеги если есть вопросы какие-то напишите пожалуйста в комментарии может быть вы знаете какие-то свои утилиты чем вы конкретно пользуетесь для выполнения вот как бы проверки что до скопировалась дал все на месте да все эти можно как говорится пользоваться бэкапом вот пожалуйста отпишитесь может вы что-то знаете что чем лучше этим делом пользуются ну а для кого был полезен сегодняшний мастер-класс кому вообще полезно утилита 3 коллеги оцените данный мастер-класс лайком в подобайкой нравликом ну или просто поставьте палец вверх но если для вас интересна тема линукса сетей кибербезопасности программируемых систем devops dvnet я вас приглашаю к нам на курсы где вы сможете систематизировать все ваши знания разложить по полочкам вот так вот формате леонид байдуин все это дело проделать научиться всему этому делу на выходе вы получите скидку на международную сертификацию международный сертификат и что важно мы помогаем с трудоустройством в большие международные компании поэтому переходите по ссылкам подавайте заявки присоединяйтесь в нашу дружную такую семью будем развиваться двигаться вперед ну и повышать квалификацию ну а на этом все ассалам алейкум мирному вашему берегите себя своих близких несите тяготы друг друга помните коллеги что сила в единстве поэтому если что-либо вас не получается то сразу пишите пишите комментарии пишите нам на почту пишите в мой личный вот сам все что в наших силах вся наша команда будет вам помогать на этом все до свидания и